ИННА ДДИНА АИНДАЛЛЛАХИЛ ИСЛАМ Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Хвала Аллаху! Воистину, когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать «Будь!» Как это сбывается? Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает, и к Нему вы будете возвращены. Аллах сказал «Он сотворил вас из земли, после этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. Я воздаю Ему хвалу и благодарность. Его милости по отношению к нам следуют друг за другом. Все блага, которые вы имеете от Аллаха». Аллах сказал «Если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь». Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, искренним чистым свидетельством, которое поможет сказавшему Его день, когда пользы не принесет ни имущества, ни дети. Я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, избранный пророк, верный и надежный. Да благословит Аллах и приветствует его, его причистую семью, благих сподвижников, которые вели путем истины и устанавливали справедливость, таби'инов и тех, кто последовал за ними вплоть до Дня Воскресения. Я завещаю себе и вам, о люди, страшица Всевышнего Аллаха, бойтесь Аллаха, да помилует вас Аллах, требуйте достоинства богобоязненности, поклонения, благочестия, радости в книге Аллаха, победы в терпении, богатства, сдовольствия малым, спасения, правдивости, благодарности, вдовольствия, покоя, поставления зависти, тяжести весов, благонравии, а благополучия в охранении языка. Да чего же прекрасно благое дело в качестве спутника? Аллах сказал, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и веруйте в его посланника, и тогда он одарит вас вдвойне и своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас, Аллах, прощающий, милосердный. О мусульмане! Одно из проявлений слабости религии – недостаточности богобоязненности и ошибки в понимании веры. Есть один из больших грехов, касающийся неприкосновенности чести, один из порочных нравов, который явно проявляется на людских собраниях и сборищах. Этот грех совершают почти все. Люди ученые и простые, мужчины и женщины, молодые и старые. Это преступление опасно, а его лечение затруднительно. Это трудноизлечимое заболевание, которое разрушает общество, сносит построение, разрывает связи между людьми, узы любви, вызывает гнев, наполняет души злобой, сеет раздор, распространяет скрытую ненависть и порождает затаенную злобу. Сколько секретов было разоблачено? Сколькими хорошими людьми из-за этого стало меньше? Сколько сообщений было выдумано и сфабриковано? В этом деле принимает участие и тот, кто говорит, и кто слушает, и кому это нравится. Поняли ли вы, что это, о рабы Аллаха, это угощение нечестивцев, старание немощных и пастбищи грешников? Воистину, люди, совершающие это действие, являются пожирателями человеческого мяса. Нет хуже, они пожиратели разлагающихся трупов. Это рыба, хула, да сохранит вас Аллах. Что даст тебе знать, что такое рыба? Терзание чужой чести и самое большое расставщичество – это произвол человека по отношению к чести своего брата. Наш посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, определил понятие рыбы и разъяснил ее суть достаточно подробно. Он сказал, рыба – это упоминание твоего брата так, как ему не понравится. Аллаху Акбар, рабы Аллаха! Рыба – это все, что ты сказал другому, умолив достоинство твоего брата и опорочив его. Рыба – да помилует вас Аллах и дарует благополучие, очернение твоего брата, его внешность и нрава, его религии и мирской жизни, его тело и одежды, его детей и родителей, его жены и семьи, его слуги и вида, его работы и отношения, его движения, улыбки или хмурости. Гыба бывает словом, делом, описанием, движениями, знаками, символами рук, языком, глазами и пальцами, подмигиванием и высмеиванием. Хуже всего, когда гыба происходит не одним способом, а человек, совершающий ее, ссылается на побуждение души и на тех, кто ей подвержен. Да сохрани нас от этого, Аллах! Хулитель порой может делать гыбу под видом религиозности и благочестия, праведности и набожности. Например, ты можешь услышать, как он говорит, «У такого-то человека, да простит Аллах ему и нам, так-то и так-то, да дарует ему Аллах благополучие». Другой несчастный произносит злословие под видом удивления и говорит, «Как такой-то может делать так-то? Воистину, я прошу прощения у Аллаха, как он может так делать?» Есть и такие, которые делают гыбу со скорбным видом, выказывая свою любовь и сострадание, говоря, «Меня огорчает положение такого-то. Я сочувствую нашему брату такому-то, потому что он сделал так-то и так-то, да дарует Аллах благополучие нам и ему, и защитит от этого». Он может сказать, «Это сделали некоторые люди или некоторые из тех, кто проходили мимо нас, или те, кого вы знаете, причем люди, к кому он обращается, сидящие с ним, лично знают человека, о котором идет речь, и догадываются, кто это». К рыбе относятся намеки. Если кого-нибудь спросят, «Как дела у такого-то?» Он ответит, «Да исправит Аллах нас и его», намекая этими словами, что у него не все в порядке. Он может также сказать, «Такой-то испытан тем же, чем и мы». Дело принимает более опасный оборот, если он говорит об этом так, как будто порицает неодобряемое. Но Аллах знает, что он порицает лишь с целью очернить другого человека, и нет мощи и сил ни у кого, кроме Аллаха. Ученые вынесли решение, что плохие мысли о мусульманине считаются гыбой. Если ты подумал плохо о брате-мусульманине, то не посылай вслед за своими мыслями дела. Аль-Газали, рахимахулла, сказал, «Если он сказал своим языком, молчи, хотя сам по себе хочет продолжение гыбы, то это лицемерие, и такие слова не выводят его из греха». «У гыбы, да сохранит вас Аллах, нет границ, и ее двери никогда не запираются». Когда один человек спросил пророка, саллиллаху алейху ассалям, «А что, если в моем брате действительно есть то, о чем я говорю?» Пророк, саллиллаху алейху ассалям, ответил ему, «Если в нем есть то, о чем ты сказал, то ты злословил о нем, сделал гыбу на него. А если в нем нет того, о чем ты сказал, то ты оклеветал его, сделал на него навет». Бухтан. Хадис проявили муслим и другие. Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллах, сказал, «Упоминание о других бывает трех видов – злословие, клевета и ложь». Злословие, гыба – это когда ты говоришь то плохое, что действительно есть в другом человеке. Клевета, Бухтан – когда ты говоришь плохое о человеке, хотя в нем нет этого качества. Ложь – когда ты говоришь о том человеке, что до тебя дошло относительно него. Чтобы вы осознали все масштабы бедствия, посмотрите, да помилует вас Аллах, о чем говорят люди в информационных сетях. Там происходят многочисленные распространения и обнародования людских недостатков и пороков достойных благочестивых людей. И нет и мощи, и сил ни у кого, кроме Аллаха Возвышенного Великого. О мусульмане! Сколько вы видите небрежных мусульман, которые превратили свой язык в ножницы, отрезая ими чужую честь, пороча чужие достоинства, понося и выискивая недостатки, умоляя достоинства и дискредитируя людей. Такой-то высокий, а такой-то низкий – этот дурак, а тот грешник, это мунафик, лицемер, а тот стец и подлиза, и так далее. Сколько ты видишь с виду хороших людей, не совершающих мерзости и не творящих несправедливость, при взгляде на которых заметно благочестие, они делают намаз, держат уразу и дают садаку, однако их язык левещет на людей, живых и уже умерших. Такой человек не обращает внимания на то, что говорит. Почему же его поклонение не сдерживает его, благочестие не препятствует рыбе? Разве не будут люди низвергнуты в огонь, опрокинувшись на свои лица, только из-за своих клеветнических речей? Собрание с рыбой – это место собрания зла, бед и искушений, пожирания благих дел. На них пожирается мясо верующих, на них порочится репутация неподозревающих об этом людей. Это застолье погибели, пути следования к вреду. Своей грибой хулитель причиняет вред себе и своему собеседнику. Они причиняют вред рабам Аллаха. Это неуважительное отношение другим людям и пренебрежение запретами шариата, заблуждение в религии и скверное поведение по отношению к сознательным людям. Суфьян бин Аййн, рахмахуллах, сказал, «Гриба перед Аллахом еще хуже, чем прелюбодеяние и испитие вина, потому что прелюбодеяние и питье вина – грех, который совершается между тобой и Аллахом, Аззаваджан. Если ты покаешься, то Аллах простит тебя. Гриба же не простится тебе, пока тебя не простит человек, о котором ты злословил». В грибу их вергла лишь слабость веры, согласие с товарищами, угождение, собеседникам и недостаточное количество сознательности и благочестия, ведь самое большое благочестие проявляется в языке. «О хулитель, сколько людей, покрытых пылью и одетых в лохмотье, лучше перед Аллахом, чем ты, лучше тебя по отношению к самому себе и в обращении со своими семьями». «О мусульмане! Гриба запрещена в книге Аллаха, сунья его посланника Мухаммада, саллаллаху алей вассалям, и по иджма, единогласному мнению ученых. Ее отвергает сама человеческая природа и чистые здоровые души. Аллах сказал, «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга». Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Если вы чувствуете к этому отвращение, бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Разве не удивительно, какое отвратительное сравнение получил хулитель с занимающимся злословием? Он подобен тому, кто притянул свою руку, раскрыл рот, чтобы есть трупное мясо, не мясо животного, а мясо своего покойного брата. Когда наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, был вознесен на небеса, в ночь Алисра и Алимирадж, он прошел мимо людей, у которых были ногти из меди, и они их скребли и царапали ими свои лица и груди. Он спросил, «О Джибриль, кто эти люди?» Он ответил, «Это те, кто ел мясо людей и затрагивал их честь». Хадид привел имам Ахмад, и его яснат достоверен. В сборнике хадисов передается история, что однажды Аиша, рада Аллаху Анха, сказала пророку, «Достаточно тебе того, что София такая-то и такая-то». И она имела в виду то, что София низкого роста, говоря об этом, как о ее недостатке. В ответ он сказал, «О Аиша, если бы твои слова были смешаны с водой моря, то целое море изменилось бы». Хадис привел Абу-Дауд с достоверным иснадом. Субханаллах! Если смешать одно слово, которым пренебрег человек с водой с целого моря, оно повлияет на него. Так что вы думаете о тех, кто проводит часы, занимаясь засловием о разных людях и получает наслаждение поедания их мяса? Рабы Аллаха! Кого Аллах защитил от зла того, что находится между его челюстями и того, что между ногами, тот войдет в рай. Не произносите бесполезные речи, да помилует вас Аллах. Многословие без поминания Аллаха вызывает черство сердца. И самые далекие люди от Аллаха это обладатели черствых сердец. Вера раба не будет правдивой, пока не исправится его сердце. А сердце исправится только тогда, когда исправится его язык. Занимайся до хранить тебя, Аллах, собственными недостатками. Удивительно, как эти люди усматривают соринку в глазу своего брата, но не могут увидеть бревен, которые они несут на собственной спине. Посмотри на себя, охраняй свое время и язык. Посмотри на твою верность, надежность, нрав, обязанности, на членов семьи и твою работу. Занимайся собственными недостатками, да помилует тебя Аллах. О мусульмане! Если хулитель отдаст сам себе отчет, то поймет, во что он себя ввязал, и что своей рыбой он губит себя и своих собеседников. Если они не запрещают ему засловить, не советуют ему отдуматься и не порицают его, тот, кто слушает хулу, является соучастником, и тот, кто не противится этому, тоже соучастник. Обязательно нужно порицать злословие, просить прощения, давать советы и защищать честь верующих. Кто защитит честь своего брата, Аллах защитит его от огня в судный день, как об этом сообщается в хадисе посланника Аллаха. Рабы Аллаха! Аллах будет следить за недостатками того, кто будет следить за недостатками своего брата. Аллаха позорит того, за чьими недостатками он следит, даже если это будет внутри его дома, Когда возникает гриба, исчезает братство в Аллахе, как сказал Аль-Фуддейль ибн Айят. Один из праведников сказал, если бы я злословил о ком-либо, то прежде всего стал бы злословить о своих родителях, ведь они более других людей достойны того, чтобы забрать у меня мои благие дела. Один человек хотел разестись со своей женой, и его спросили, что тебе не нравится в ней? Он ответил, разумный человек не изоблачит свою жену. Когда он развелся с ней, его спросили, почему ты с ней развелся? Он ответил, как я могу говорить о посторонней для меня женщине? Так бойтесь же Аллаха, да помилует вас Аллах, и остерегайтесь того, чтобы людская честь обсуждалась на ваших собраниях, а человечье мясо подавалось бы на ваших застольях. Аллах сказал, мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, записывают деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Да принесет Аллах пользу мне и вам в великом Коране и руководстве Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Я сказал все, и прошу прощения у Аллаха для себя, для вас и для остальных мусульман от всякого греха и прегрешения. Простите у него прощения. Воистину он прощающий милосерд. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху, чье владычество велико, причист он. По своей мудрости он возвысил одни народы и унизил другие. Я воздаю ему благодарность за величайшие и бесчетные милости и свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. И знает то, что явно и что скрыто. Я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, заступник, к заступничеству которого будут обращаться в судный день. И тот, кого поддержал Аллах аятами и сурами, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, благих и благословенных сподвижников, таби'инов и тех, кто последовал за ними с искренностью, пока солнце и луна чередуются и сменяют друг друга. Гыба, да помилует вас Аллах и сохранит, один из больших грехов. Большие грехи не искупаются благими делами, как намаз, ураза, милостыня и так далее. Необходимо отказаться от совершения гыбы, чувствовать раскаяние, искренне покаяться и разобраться с тем человеком, честь кого была затронута. Опасность гыбы возрастает в разы, если след от нее увеличится и в зависимости от положения того, о ком засловили. Чем сильнее вера человека и чем более он благочестив, тем больше будет греха за засловие о нем. Злословие о благочестивых людях, обладателях знания и достоинства, а также правителях мусульман, оставляют большой след сей ней розни среди людей. Она лишает людей доверия, возбуждает смуту, не говоря уже о том, что за этим следует пренебрежение приказами Аллаха и его религии, лечение блага и барраката, в результате чего наступает анархия, беспорядок и смута. Рабы Аллаха, ученые упомянули примеры, которые не подпадают под определение запретной гыбы. Это те случаи, когда человек, с которым обошлись несправедливо, может жаловаться тому, кто может ему помочь, например, судьям и правителям. Можно говорить о грешниках и злодеях, об их нечестии, нововведениях, зле, отклонениях в сторону и плохом поведении, порицая их и предостерегая от них, сдерживая их нечестие и уменьшая исходящий от них вред. Даже если ученые разрешили подобные вещи, нельзя образоваться порицать кого-то до того, как изучить, в чем содержится польза и принять меры предосторожности, идя к достойной цели и правдивому совету. При этом надо избавиться от показухи и желания мести. Если что-то не ясно, то в любом случае благополучие ничто не заменит. Воистину, честь мусульманина охраняется, и его неприкосновенность оберегается. Так бойтесь же Аллаха, да помилует вас Аллах. И охраняйте свои языки и собрания, защищайте честь ваших братьев, объедините ваше слово, чтобы ваша религия оставалась в безопасности, ваше братство продолжалось, и дела шли правильно. Благословляйте и приветствуйте, милость для миров, вашего пророка Мухаммада, посланника Аллаха, как это повелел вам ваш Господь в своей книге, сказав благородные слова. Воистину, Аллах и его ангела благословляют пророка. О, те, которые уверовали, благословляйте его, приветствуйте миром. О, Аллах, благослови и приветствуй твоего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада, возлюбленного, избранного, выбранного пророка, его предчистую семью, его жен, матерей правоверных. Будь доволен, о Аллах, четырьмя праведными халифами, Абу-Бакрам, Умаром, Усманом, Али и всеми другими сподвижниками, табиинами и тех, кто последовал за ними вплоть до Судного дня, и нами вместе с ними, Твоей милостью и щедростью, О наищедрейший. О Аллах, возвеличь ислам и мусульман! Аллах, возвеличь ислам и мусульман! Аллах, возвеличь ислам и мусульман! И оставь без поддержки тиранов, безбожников и остальных врагов религии. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах! Аллах, даруй нам безопасность в наших странах! Аллах, даруй нам безопасность в наших странах! Исправь наших имамов и правителей! О Аллах, сделай наше правление посредством тех, кто боится Тебя и страшится! О Господь миров! О Аллах, направь правителей и мусульман к тому, чтобы их деяния согласовались с Твоей книгой и сунной Твоего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям! Сделай их милостью для Твоих верующих рабов! Объедини их в Слово на истине и прямом пути! О Господь миров! О Аллах! Прими наши повиновения, мольбы, исправь наши дела, прости нам наши прегрешения, излечи наших больных, помилуй наших умерших, прости нас и помилуй, о самый милосердный из милосердных! Рабы Аллаха! Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предусудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас. Быть может, вы помянете назидание. Поминайте Аллаха, и Он помянет вас. Благодарите Его за Его милости, и Он прибавит их вам. И поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. Продолжение следует...